На пол, на пол, на пол, быстро! Вот так началась спецоперация по закрытию подпольного игорного заведения на Пионерской 20. За мгновение полицейские укладывают всех, собравшихся на пол. А ведь еще пару секунд назад гости клуба сидели за игровыми автоматами, испытывая фортуну. Так, завсегдатый клуба «Игорь», вжавшись в кресло, даже в присутствии полицейских, продолжает нажимать на заветные клавиши, в надежде уйти с выигрышем. С каждым игроком начинают беседовать оперативники, проверяют на наличие штрафов, смотрят, не находится ли человек в розыске, проводят профилактическую беседу о вреде игромании. Нет статьи, по которой их можно было бы привлечь к ответственности. А вот администраторам и хозяевам придется раскошелиться на крупную сумму денег. Знаете, что наказание за это есть? Штраф на администратора будет 3000 наложен, это максимальный штраф. А на организация за азартные игры штраф доходит до 700 тысяч рублей. Хозяины будут вызваны повестками, у них тоже будет встать протокол административный. Таких штрафов только с начала года было выписано на 150 тысяч рублей. Всего же с момента запрета игорной деятельности штрафы составили около 9 миллионов рублей. А это уже другой клуб, находится он в подвале дома на Остинской Тре. Гости через одного говорят о том, что зашли случайно попить кофе, и игровые автоматы их абсолютно не интересуют. С какой целью сюда пришли? Вот я вот здесь сидел. Что вы делали здесь? Ждал человека. А вы играли в автоматы здесь? Нет, просто сидел, ждал. 70 игровых автоматов, 8 компьютеров, другое оборудование было изъято из клубов. Впоследствии все будет уничтожено. Речь не идет о какой-то компанейщине, а речь идет о системной работе правоохранительных органов по пресечению, собственно говоря, деятельности, которая является серьезным злом. Методично, что называется, вода точит камень, отрабатываем день за днем и сокращаем количество игорных заведений на территории города. По словам Максима Соколова, в результате совместных рейдов с полицейскими число незаконных игровых клубов в городе сократилось в разы. Да и, как показывает практика, самих игроков с каждым днем становится все меньше.